Для всех! С вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И сейчас у нас новый проект, мы запустились по аренде. Смотри, теперь у меня вот такая вот малюсенькая камера. И вот у нас с вами первые жильцы, первые арендаторы, поэтому несколько вопросов. Ясим, Крис. И где ты? Где ты? Мы из Бордеоуз, в Бордеоуз, в центре Франции. И мы приехали в 9-10. И сегодня мы выйдем, но это был хороший день. И этот апартамент был прекрасный. Все хорошо. И я надеюсь, что я смогу вернуться. Спасибо. Крис, я могу сказать. Поговори в французском. Да, да, говори в французском. Поговори в французском. Поговори в французском. Скажи, что ты слышишь? Я очень люблю, очень красивый. И я очень рекомендую вас. И я вам очень рекомендую вас. Хорошо. Друзья, спасибо! Я пришла в этот магазин, потому что, опять же сказать, что я не сильно подготовлена по камере. Всегда, когда покупаешь новую технику, всегда возникают какие-то вопросы. Поэтому я пришла в магазин и попросила консультации. Сказала, мне нужна карта памяти. Я знаю, что мне нужна максимальная память. Порекомендуйте мне ту карту, которая подойдет. Мне порекомендовали карту. Карта достаточно дешевая. Стоила она 19 евро, что меня удивило, потому что я рассчитывала где-то евро на 100. Я обрадовалась, конечно, безумно. Пришла домой, начала разбираться. Ну, естественно, выяснилось, карта зависла очень быстро. То есть первое какое-то время она работала. Но когда я выставила там разрешение определенное по инструкции, то есть карта зависла. И если говорить о проблемах этой камеры, то есть если у вас виснет что-то, значит, как бы карточка не подходит. И я выяснила, что мне нужна карта 10-го поколения. Вот сейчас я ее применяю. Я нахожусь в нашей квартире, которую мы сдаем в аренду. Первых жильцов проводили. Ребята, скажу одну такую простую вещь. То есть я очень была, то есть поражена, да, наверное, той чистотой, которую ребята оставили. То есть жило три парня, молодых парня. Ну, я вам поставлю их отзыв, и это увидите. То есть, и когда вот при выезде, ну, я несколько раз приезжала в квартиру, я привозила там какие-то мелочи по быту. И, ну, когда живут молодые холостые, понимаете, что здесь творилось, и я немножечко побаивалась сегодня ехать сюда. В общем-то, думала, что сейчас я тут встречу, непонятно что. И когда подъезжала к дому, они выходили уже из дома. Думаю, ну, все точно. Ну, самое худшее опасение, как всегда, сбываются. Думаю, ну, капец. На самом деле, квартира супер в чистом вообще состоянии была оставлена. Сейчас мы еще с Наташей поговорим. Наташа, у нас теперь команда, у нас еще один человек добавился к команде. Ой, все в одну кучу, молю. Вот. То есть, они оставили розочки вот такие на столе. Вот французы. Ну, не знаю, как я уже Наташа сказала, чем мне нравятся французы. Смотрите, ну, так у нас бардак, потому что мы упираемся. То есть, вот такие розочки оставили на столе. То есть, ну, вот такое отношение, конечно, это круто. Здравствуйте. Это Наташка. Вот. Она управляющая. Самый такой управляющий, который управляющий. Это как раз та проблема, ребят, которая всегда стоит перед людьми, которые хотят сдавать свою квартиру в аренду. Потому что очень сложно найти человека, которому ты можешь доверять, которого ты можешь оставить, которому ты можешь оставить ключи. То есть, ну, как говорится, если вы хорошие люди, вам везет на хороших людей. Конечно. Я рада, Наташка, что мы с тобой знакомы. Я тоже. И это уже не первая квартира, на которой мы вместе работаем. Поэтому вот такой у нас теперь экипо. Такая у нас такая команда. Такая у нас красивая команда. Такая у нас, правда, у нас красивая команда. Все. Ну, я вас оставляю. Будем продолжать. У нас завтра новое заселение. То есть, я хотела рассказать немножечко о том, то есть, какие, ну, то есть, что нужно проделать. То есть, как нужно сориентироваться на рынке, чтобы у тебя не останавливался поток клиентов на вашу квартиру. То есть, чтобы вы всегда имели свои доходы. Музыка. 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 Или самой, потому что сейчас уже информации собрана достаточно. Ну, давайте посмотрим, как это происходит в дорогом магазине, да, Вольконгурт Инглейс. То есть, вчера я попыталась получить консультацию, но вы видите, чем это закончилось? Сегодня сейчас я в другом магазине, уже с дополнивной информацией. Спасибо интернету. Спасибо всем, кто снимает ролики про разные штуки, про разные девайсы. Все. Ну, давайте попробуем сначала спросить консультанта, а а потом уже проявить свои знания. Посмотрим год. В результате я получила потрясающую консультацию от человека, который сам владеет камерой и сам ей пользуется. Кто еще лучше может знать об этой камере? Я купила новую карточку, она работает. В дальнейшем наши видео будут только лучше. Я на это очень надеюсь. Меня сейчас интересует формат. Я в сегодняшнем видео объединила несколько историй. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам смотреть видео вот в таком формате. Достаточно, но динамично. Потому что в дальнейшем я планирую объединять образовательный и развлекательный контент в одном ролике. Если вам это понравилось, пожалуйста, поставьте лайки и напишите мне об этом в комментарии. Не забывайте, что с 1 сентября мы начинаем новый набор в нашу школу. Школу профессионального покупателя СамСибириэлтор, где вы сможете спокойно подготовиться к покупке недвижимости в Испании, если вас она интересует. А с вами я прощаюсь. Сейчас последняя заставочка. Пока-пока. С вами была Оксана Майкова. Да, вся информация о консультациях в шапке моего канала. Скайп, телефон, электронную почту. Пишите мне в любом удобном вам формате. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.